В Женеве состоялась 149-я ассамблея Межпарламентского союза. В ней приняло участие и делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Оли Маджлиса. Были выдвинуты инициативы по поощрению инновационных отраслей, повышению кадрового потенциала парламентов и развитию сотрудничества в этих направлениях. Также обсуждены вопросы укрепления глобального диалога в области науки и технологий. Как стало известно, очередная ассамблея пройдет в нашей стране. С подробностями материал из Швейцарии. В первый день визита делегация во главе с председателем Сената Оли Маджлиса провела ряд встреч. В частности, состоялась беседа с председателем Межпарламентского союза Тулией Эксон. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что нашу следующую ассамблею мы проведем в Узбекистане. Приветствую членов парламентов, которые приедут в вашу страну. Также необходимо отметить экономическое развитие, совершенствование системы социальной защиты и реформы в области прав человека, проводимые под руководством вашего лидера в последние годы. На этой встрече мы обсудили программу и планы 150-й ассамблеи, которая впервые в истории Центральной Азии пройдет в Узбекистане, а также новые проекты, которые будут реализованы в рамках этого мероприятия. Члены нашей делегации также провели встречу с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. В ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудничества парламента Узбекистана с Межпарламентским союзом. Хочу выразить благодарность Узбекистану за его значительный вклад в деятельность Межпарламентского союза. Проведение 150-й юбилейной ассамблеи в Ташкенте станет важным событием в наших отношениях. На встрече мы уделили особое внимание подготовке к этому мероприятию. Мы стремимся сделать 150-ю ассамблею историческим событием, поэтому обсудили вопросы, которые войдут в повестку дня. Также мы рассмотрели, как Узбекистан может помочь Межпарламентскому союзу в мобилизации парламентов Центральной Азии. В ходе встречи обсуждались темы гендерного равенства, социального развития и прав человека, которые являются частью цели устойчивого развития и войдут в повестку. Делегация Узбекистана в рамках ассамблеи также приняла участие в дебатах на тему использования науки, технологий и инноваций для мирного и устойчивого будущего. Подчеркнуто, что одной из приоритетных задач в рамках стратегии Узбекистан-2030 является активное внедрение современных технологий и цифровизация различных отраслей промышленности. Акцентировано, что благодаря проводимым реформам Узбекистан в 2027 году поднялся на 40 позиций в рейтинге глобального инновационного индекса по сравнению с 2015 годом. Делегация Узбекистана также провела встречи с представителями международных организаций и руководителями парламентов. В частности, состоялась встреча с генеральным секретарем конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан. Мы обсудили различные программы и проекты, включенные в стратегию Узбекистана, а также то, как Юнктад может оказать поддержку в их реализации. Ваша страна демонстрирует стремительное развитие и добивается значительных успехов. Мы рады оказать содействие вашей стране в процессе присоединения к Всемирной торговой организации, в развитии креативной экономики. Готовы поддержать вас в разработке новой стратегии для экономических зон и инвестиционной политики, что позволит привлечь большой капитал и диверсифицировать экономику. В завершении 149-й ассамблеи Межпарламентского союза на заседании административного совета глава делегации Узбекистана выступила с речью. Члены совета и международные партнеры выразили благодарность за инициативу проведения очередной ассамблеи в нашей стране.